МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. На этом берегу на благоустройство Чебоксарской набережной будут выделены федеральные средства. Маленькое да ударенькое радиостанции Таван-Радио исполнилось три года. Свистели, прилетели и метели засвистели. Чебоксарцу удалось заснять зимних гостей. В рамках визита Владимира Путина в Японию, в Токио, прошел форум российско-японский бизнес-диалог. Это знаковое событие для расширения экономического сотрудничества обеих стран. В форуме принял участие глава Чуваши. Он выступил с презентацией экономического потенциала республики. Энергетика, сельское хозяйство, производство, инновации, инвестиции – это ключевые сферы, без которых ни одно государство не сможет полноценно существовать. Россия – надежный партнер в решении стратегически важных задач. Благоприятные условия для бизнеса все больше привлекают заморских инвесторов. У Чуваши уже имеется опыт успешного сотрудничества со страной восходящего солнца. Посол Японии в России отметил, что Михаил Игнатьев – первый из лидеров регионов, кто встретился с делегацией на территории посольства. И диалог развился в конкретные проекты. Расширается двусторонняя кооперация в автопроме. В Чуваши и Ульяновской области заработали три новых завода по выпуску автомобильной продукции. В октябре 2015 года в Чебоксарах был запущен первый в России завод по изготовлению автокомпонентов «Фуджикура». Производство развернуто на территории Чебоксарского электроаппаратного завода. Теперь здесь производят жгуты проводов для автомобильного концерна «Фольксваген». Объем инвестиций в проект превысил 260 миллионов рублей. Сегодня на предприятии трудится 125 человек. Многие из них прошли обучение в европейских филиалах компании «Фуджикура». Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев договорился с директором московского представительства компании Цугей Тесиюки о его визите в нашу республику в 2017 году. Татьяна Филатова, Республика. День открытий в Шамуршинском районе. Сегодня в муниципалитете отметили новоселье школьники, медицинские работники и дети-сироты. Поздравить с праздником жителей приехал и премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Модульный ФАП в деревне Байдеряково начали строить в августе. Его укомплектовали самой необходимой аппаратурой. Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает более 400 человек. Раньше, говорят медики, условий для работы почти не было. Прием пациентов приходилось вести в здании детского сада. Часто возникали очереди. Место на место переезжали. Сначала пожар был, фельдшерский пункт сгорел, а потом то в одно помещение помещают, то работать невозможно, то холодно, то печка не греет, а то премьерное дровяное было. Для вас я надеюсь, что здесь будут оказываться качественные медицинские услуги. Районная больница обеспечит кадрами данный фельдшерский пункт. Я думаю, что жители почувствуют внимание со стороны республиканской, муниципальных властей. Если заведующий ФАПа подарили символический ключ, то жителям села Шимурша вручили настоящие ключи от квартир. Новоселье в этом доме сыграет многодетная семья и дети-сироты. Виновники торжества признают, сбылась их заветная мечта. В рамках федеральной программы им предоставляют не только жилье, но и земельный участок. А летом каждой семье обещают возвести еще и баню. Жил и самошлой, доволен всем. Раньше я у бабушки жил там тоже, как мне удобно. А сейчас у себя квартира есть, появилась надежда, что я там буду сейчас жить со своей семьей. А школа села Бичурга-Баишево сегодня вновь принимает учеников. Здесь завершился первый этап капитального ремонта. Это здание было построено более 30 лет назад. За долгие годы обветшали деревянные полы и оконные рамы. Прохудилась крыша. Недавно школу включили в федеральную программу. Первые затраты на ремонт превысили 15 миллионов рублей. У нас сейчас полностью поменен пол и на первом этаже, и на втором этаже. Окна поставили, стеклопакеты во всех кабинетах. Светло, тепло. И крышу поменяли. Фасад школы тоже полностью обновлен. Капитальный ремонт школы продолжится, отметил Иван Моторин. Необходимые средства будут выделены в следующем году. Вы получите комфортные условия для своей образовательной деятельности. Поэтому берегите школу, хорошо учитесь. Все это будет на вашем плане. Местные власти обещают, что в перспективе эта школа ничем не будет уступать городским. Завершит ремонт полностью здесь намеренно до 1 сентября. Медриковалев и Константин Козлов. Республика. Часть проекта «Этническая Чувашия» благоустройство набережной Чебоксар получит федеральные средства в размере 200 миллионов рублей. Такое решение принял Координационный совет программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Республика освоила выделенные ранее средства, отметил председатель правительства Иван Моторин. Шесть объектов транспортной и инженерной инфраструктуры проходят завершающую стадию оформления разрешительной документации для ввода в эксплуатацию. По мнению участников, проект необходимо продолжить уже в части реконструкции набережной. Благоустройство набережной реки Волга общей протяженностью около 6 километров будет проводиться в течение трех лет. На цели в рамках федеральной целевой программы развития туризма Чувашия получит 200 миллионов рублей. Подходит к завершению год человека труда в Чувашии. Профессионалы своего дела на протяжении года были героями газетных публикаций и телевизионных сюжетов. Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашия провело конкурс среди журналистов на лучшее освещение года человека труда. На днях были подведены его итоги. 108 работ от республиканских телерадиокомпаний, редакций газет и журналов. Еще больше от районных печатных изданий. После обсуждения работ конкурсная комиссия распределила призовые места следующим образом. Победителем в номинации «Лучшие публикации в печатных СМИ» стала обозреватель газеты «Хыбар» Роза Власова. В номинации «Лучший телевизионный материал» первое место завоевала редакция ГТРК Чувашия с циклом программ «Профессионалы». Второе место присудили редактору нашей телерадиокомпании Надежде Яковлевой. За телевизионную программу об инновациях в сельскохозяйственном секторе и о людях, трудящихся на родной земле. Первый выпуск программы «Щерть и влечь» вышел в феврале 2013 года. За три года программа стала одной из самых рейтинговых на национальном телевидении Чувашии. Праздничное настроение появляется, когда мы видим украшенные улицы, начинаем покупать подарки и участвуем в праздничных мероприятиях. Сегодня в столичной администрации обсудили, что ждет жителей Чебоксар уже в ближайшее время. Город Чебоксара готовится встретить волшебный праздник – Новый год. Горожан и гостей столицы ожидают ярмарки, интерактивные инсталляции, зимние забавы, встречи с Дедом Морозом и его помощниками, детские спектакли. Кстати, главного волшебника в столице ждут 24 декабря. Тогда же пройдет шествие образовательных учреждений «Пора сказок». С 24 декабря вплоть до 9 января ежедневно на территории нашего рождественского городка, который находится на Красной площади, работают мастер-классы, работают аниматоры, которые с удовольствием встретят, поиграют с детьми и с нашими. Кроме этого, ежедневно с 24 декабря по 9 января будут проходить сказочные представления, театрализованные постановки на тему русских народных сказок, чувашских национальных сказок, связанных с зимой. Запланированы праздничные спектакли и учреждения культуры. Только во Дворце пионеров пройдет около 30 новогодних баллов. Глава города Ирина Клементьева отметила, чтобы новогодние мероприятия прошли на высшем уровне, необходимо позаботиться о безопасности. Обо всех праздничных мероприятиях можно узнать на новогоднем портале чебмороз.ру. На карте праздника размещена информация о мастер-классах, детских представлениях, площадках активного отдыха. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. В Чебоксарах утвердили график работы муниципальных бань в предпраздничные дни и новогодние праздники. Ванная в каждой квартире, это правильно, это удобно, это цивилизация. Ты мне говоришь? Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. А ты мне говоришь? Да, тебе. И потом добрые пожелания с легким паром. Чтобы чебоксарцы смогли встретить 2017 чистыми, 31 декабря в городе будут работать все 12 муниципальных бань. Большинство из них до 20 часов. А вот 1 и 2 января бани будут закрыты, но уже 3 числа попариться можно будет в банях номер 2 и 3. Подробное расписание работы с 29 декабря по 8 января можно найти на сайте управления ЖКХ энергетики и транспорта администрации Чебоксар. Пожаловаться на сугробы, вернее на коммунальщиков, которые их не убирают, можно в администрацию Чебоксар. В городе объявили о начале традиционной акции «Стоп сугроб 2017». Чтобы пожаловаться, нужно сфотографировать сугробы, которые мешают пешеходам и автомобилистам, и отправить фотографии с указанием адреса и даты съемки на адрес электронной почты stop-сугроб-собачка-gmail.com. Адреса, которые пришли чебоксарцы, войдут в план проверки надзорных органов со всеми вытекающими последствиями, например, в виде штрафов управляющим компанией. Радиостанции «Таванрадио» исполнилось три года. В эти минуты наши коллеги отмечают свой день рождения на сцене ДК «Тракторостроителей». Для сотрудников «Таванрадио» уже стало доброй традицией отмечать день рождения вместе со слушателями. В этом году именинники приготовили немало сюрпризов, главный из которых – новогодний музыкальный иллюзион «Сказка». Развлечения, конкурсы, подарки, любимые песни в исполнении самых популярных звезд чувашской эстрады. Радиостанция «Таванрадио» круглосуточно вещает на волне 100 и 3 FM. В эфире только хиты современной российской и чувашской эстрады. Каждый час – свежий выпуск новостей, ежедневно – утреннее шоу, актуальные интервью, программы для детей на русском и чувашском языках. К слову, это единственная радиостанция, где можно услышать гороскоп на чувашском языке. «Таванрадио» слушают не только жители Чебоксарного Чебоксарска, но и близлежащих районов. Кроме этого, вещание ведется и в сети интернет. Налетели свиристели. Большая стая хохлатых попала в объектив Чебоксарцу. Ему удалось заснять зимних гостей, поедающих алые плоды рябины. Прожорливые птицы объели рябину буквально за 10 минут и улетели. Народные приметы говорят, что ранний прилет свиристелей к жилью человека говорит о предстоящих морозах. Сверистели прилетели и метели засвистели. Ведь обычно эти птицы прилетают в города ближе к весне. По словам орнитологов, чувашей, певучие красавцы свиристели – частые гости в нашей республике. Кроме ягод рябины, они не прочь полакомиться угощением из кормушек в парках и садах. Прилет и отлет красивых хохлачей предсказать сложно. Они перемещаются в зависимости от погодных условий и ягодной урожайности. Поэтому до сих пор появление ярких и шумных птиц воспринимается как неожиданный подарок. В спорткомплексе «Спартак» стартовал второй чемпионат школьной хоккейной лиги города Чебоксары. В нем приняли участие 24 школьные команды. Один из самых дорогих и самых зрелищных видов спорта. В последнее время хоккей неуклонно набирает популярность и в столице Чувашии. В уходящем году был создан не только городской хоккейный клуб, но и школьная лига. В матче открытия нового сезона приняли участие сборная команда чебоксарских школьников и администрация Чебоксар. Игра показала, что уровень мастерства чебоксарских школьников с прошлого года заметно вырос. Счет 4-4 означает равная игра, красивые шайбы и ловкие вратарские сейвы. Игроки обеих команд получили стимул тренироваться и улучшать свою игру. Подробнее о том, как будут проходить игры школьной хоккейной лиги в этом сезоне, смотрите сегодня в программе «По существу». А в это воскресенье не пропустите на нашем канале новый выпуск программы «Стеклянный дом». Новый год со всем его волшебством и чудесами вот-вот постучится к вам в дом. Готовы ли вы встретить его во всеоружии? Мы поможем создать праздничную атмосферу из привычных и простых материалов. «Елка и снеговик» украсят главный праздник года. Новый выпуск программы «Стеклянный дом» смотрите 18 декабря в 19 часов. Вооружайтесь необходимыми материалами и хорошим настроением. С нами любое творчество станет доступным. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши» и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова